И давайте мы откроем с вами Библию, как бы удивительно это ни было, и прочитаем одну историю, которая написана в Евангелии от Матфея, 17 главе, 24 по 27 стих. Здесь написано, когда они вернулись в Капернаум, к Петру подошли сборщики налога на нужды храма и спросили, «А ваш учитель платит налог на храм?» «Платит», — ответил он. Петр вошел в дом и еще не успел ничего сказать, как Иисус спросил, «Симон, как тебе кажется, с кого земные цари взимают пошлины или дань? Со своих сыновей или с чужеземцев?» «С чужеземцев», — ответил Петр, — «значит, сыновья свободны», — заключил Иисус. «Но чтобы нам никого не обидеть, пойди к озеру, забрось удочку, вытащи первую рыбу, что попадется на крючок, открой ей рот, и там ты найдешь монету достоинством четыре драхмы. Возьми ее и заплати за меня и за себя». Возможно, кто-то сегодня впервые услышал эту историю. А может быть, даже если вы ее читали, вы не задумывались, как это происходило. Да, мы знаем, что Петр и остальные ученики, они знали, что Иисус сотворял чудеса. Они уже видели чудеса. И они также знали, что Он не просто говорит, что Иисуса слова сходятся с Его действиями. Если Он так говорит, значит, это так. Но тем не менее, давайте мы представим этот путь Петра к озеру. Иисус ему сказал, то есть дал повеление, и здесь Петр направляется к озеру. Он где-то находит эту удочку. Он, скорее всего, знает, где она находится, он же опытный рыбак. Он находит эту удочку и садится рыбачить. Мы не знаем, сколько он ждал эту рыбу, но он ее поймал. И несмотря на то, что он был последователем Иисуса, и он уже видел чудеса, я думаю, что Петр был в шоке, когда на самом деле достал монету из рыбы. Но тем не менее, как бы нелепо, как бы странно и невозможно это не прозвучало бы, он сделал то, что ему сказал Иисус. Он поверил в это. Также есть другая история, которая описана также в Евангелии от Матфея, 21 главе с 1 по 3 стих и 6. Когда они, приближаясь к Иерусалиму, пришли в селение Вифагия, что расположено на Оливковой горе, Иисус послал вперед двух учеников, сказав им, идите в селение, которое перед вами, там вы сразу же найдете привязанную ослицу и рядом с ней ослинка. Отвяжите их и приведите ко мне. Если кто-нибудь вас спросит о том, что вы делаете, то отвечайте, что они нужны Господу, и вам тут же дадут их. Ученики пошли и сделали все так, как велел им Иисус. Мы видим вторую похожую ситуацию, и возможно, когда ученики услышали ее, для них уже она была проще. Они понимали, что это не Петр с рыбой, как бы здесь уже ослы, там не надо никого монету вынимать из рыбы. Но тем не менее, откуда им было знать, что действительно будет так? Им нужно прийти, найти ослов и взять их. А если кто-то задаст вопрос, куда вы их повели, сказать, что они нужны Господу, и все будет хорошо. Но тем не менее, они пошли и сделали это. Для них, я думаю, это также звучало странно. Может быть, они сомневались в этом. Мы знаем, что ученики Иисуса Христа не были из разряда тех людей, которые знали, если Иисус сказал, значит, точно так. Нужно идти и делать. Они сомневались. В каких-то вещах они удивлялись. Помните, когда они только что увидели чудо, умножение хлебов и рыб, здесь, когда они были уже в лодке, Иисус успокоил бурю, они удивились этому. Кто Он такой, что море повинуется Ему? Ты же только что видел чудо. То есть ученики, они также сомневались. Они также удивлялись каким-то чудесам, которые сотворял Иисус. И даже если мы вспомним про воскрешение Иисуса, они множество раз слышали о том, что это будет. Но тем не менее, когда Иисус умер, а затем Он воскрес, они не все и не сразу поверили в это, хотя Он им об этом говорил. Также есть третья заключительная история в этом контексте, которая написана в Евангелии от Луки, 22 главе 7 по 13 стих. Наступил день пресных хлебов, когда следовало заколоть пасхального ягненка. Иисус послал Петра и Иоанна с поручением «Идите и приготовьте для нас пасхальный ужин». «Где ты хочешь, чтобы мы его приготовили?» спросили они. Он ответил «Когда вы войдете в город, то встретите человека, несущего кувшин с водой, и идите за ним в дом, куда он войдет, и скажите хозяину дома, учитель спрашивает тебя, где комната для гостей, в которой я буду есть пасхальный ужин с моими учениками. Он покажет вам большую комнату наверху, в которой уже все подготовлено. Там и приготовьте ужин». Они пошли, и все произошло так, как им сказал Иисус. И они приготовили пасхальный ужин. То есть мы видим уже третью историю, и также, конечно же, есть и другие, но тем не менее, мы просто обращаем внимание на то, что все эти истории похожи. Иисус дает какое-то задание. Он проверяет веру учеников, Он их куда-то направляет, и для них это странно, нелепо, может быть, невозможно, но суть в том, что они идут и делают это. Они идут и верят в то, что им сказал Иисус. То есть таким образом Иисус, Он испытывал, Он проверял веру учеников. Верят ли они Его Слову? Да, Иисус говорил, люди слушали, но когда Он призывает к действиям, когда нужно было поверить, это уже немного другое. Поэтому Он проверял веру учеников, пойдут ли они? Да, они согласны со всем тем, что говорит Иисус. Они вместе сидят, кивают, и они слушают. Но когда нужно поверить, когда нужно пойти и довериться тому, что Он сказал, это уже немного другое. И помимо этих примеров, мы встречаем множество других историй Библии, где Иисус говорил к людям. Он им что-то обещал, Он давал им обетование, Он давал им исцеление, Он давал им чудеса, и они, не видя этого, отворачивались, уходили и верили, что так оно и было. Хотя они не получили это чудо, они его еще не увидели. И один из примеров, это Савл, помните, да? Это был тот человек, кто гнал христиан, он убивал их. И потом случилась встреча с Богом, он ослеп, и тогда Господь ему сказал, чтобы он пошел к Анании, тот за него помолится, и он начнет видеть. И как бы мы знаем эту историю, и как бы, ну хорошо. Но если мы начнем ее анализировать и представлять так же, как мы сделали с Петром, что он пошел, он сел, он рыбачил, сколько он рыбачил, когда он достал рыбу, он пытался там реально достать эту монету. То есть на самом деле это что-то невероятное. Так же и с Савлом. Он не всегда был слепой, он наоборот, всегда был зрячим. И сейчас, когда он пережил встречу с Богом, он ослеп. И возможно, мы упускаем из контекста этот путь, к Анании. Кто такой Анания? Неизвестный. Он его не знает. Где он находится? Сколько он будет идти? И в то время, как он уйдет, он слепой. Будет ли он когда-то видеть? Ну ты скажешь, ну ему Бог сказал. Но он ведь мог думать, я гнал этого Бога всю свою жизнь. Буду ли я когда-то видеть? То есть сомнения, они сто процентов могли быть. Но он поверил, пошел, нашел Ананию, и он стал видеть. Ну и более того, мы знаем, что он много-много всего сделал для Господа. Второй пример. Это царь Дворец, который пришел к Иисусу. И он просил, чтобы его сын был исцелен. Он говорил Иисусу, мой сын при смерти, пошли со мною, помолись за него. И мы видим, что он очень торопился. Иисус был занят немного другими делами, он проповедовал. Но царь Дворец, он переживал, что естественно, потому что его сын умирает. И он просил, Иисус, пошли со мной, мой сын при смерти. И тогда Иисус поворачивается к нему и говорит, иди, твой сын здоров. И для нас это так же история, как бы он пошел, нашел своего сына здоровым, и все хорошо. Но что переживал этот царь Дворец? То есть он торопится, он переживает, он просит Иисуса, Иисус говорит, иди, твой сын здоров. А так ли это? Может быть, это выглядело грубо. Может быть, Иисус так ответил ему, но он думал, а реально ли он здоров? Он просил, чтобы Иисус пошел вместе с ним, чтобы он помолился за него. Я думаю, он уже верил в то, что его сын будет исцелен. Но здесь ему Иисус говорит, иди, твой сын здоров. И он сделал шаг веры. Он пошел, и да, он нашел своего сына здоровым. И после этого мы видим в Библии, что он задал вопрос, когда это произошло? Ему сказали, это произошло в тот час, когда он разговаривал с Иисусом. Мы также знаем сотника, который просил об исцелении своего слуги, и он поверил, что слова Иисуса достаточно для того, чтобы его слуга был исцелен. Здесь немного другая ситуация. Иисус был готов на самом деле пойти с ним и помолиться за слугу. Но он сказал, достаточно твоего слова. То есть он поверил в то, что слова Иисуса достаточно для того, чтобы получить исцеление. Мы также видим исцеление беснующейся дочери Хананьянки. Помните, женщина, которая все шла, шла за Иисусом, за учениками и просила, Иисус, исцели мою дочь. Она беснуется. Иисус, исцели мою дочь. И мы не знаем в Библии, сколько она ходила, но мы видим, что она ходила достаточно, чтобы уже нервировать учеников. Иисус, ты ее видишь или нет? Она же за нами уже полчаса идет. Мы не знаем, сколько она шла, но она действительно уже достала учеников. И после этого Иисус говорит, мы знаем, что он нам сказал такую фразу, и псы едят крохи, падающие со стола господ их. И он сказал, иди, иди, ты получила ответ. И она поверила. Опять же, она могла немного по-другому это воспринять. Он ее долгое время не слышал, не реагировал на нее, а здесь говорит, иди, все, все хорошо. А может быть, это так, что она вот, как бы, это как отстань. Все. Ведь это история для нас. И может быть, мы не думаем так, как думали эти люди. Мы же всегда накручиваем в себе, сомневаемся в чем-то. И может быть, она могла подумать так же, а моя дочь реально исцелена? Или я просто не должна за ними идти больше? Может быть, я просто должна отстать? Но она поверила в то, что сказал Иисус, и она получила исцеление. Также 10 прогоженных, помните, которые пришли к Иисусу, Иисус сказал им, идите, покажите священнику и очиститесь. И они на пути к священнику очистились от проказа. То есть, они тоже поверили. Мы знаем, что они не первый год были прокаженные, но они поверили, что реально будет так, что они пойдут к священнику, покажутся, и проказа уйдет. Для всех них это было нелепо. Для всех них это было странно. Но они поверили в то, что это реально, и получили ответ. То есть, все эти истории отображают веру людей в то, что сказал Господь. Они не видели этого, но они поверили, что реально так будет. И так много призывов и направлений нам дает Господь в Писании. Это не просто призывы, как бы, как метафоры или как иллюстрация. Нет, Господь нас в Библии четко призывает так же, как призвал Петра пойти и поймать рыбу. Он четко ему сказал, иди, сделай это, потом достань монету и потом заплати за нас. Есть такие же призывы для нас сегодня. Как мы на них реагируем? Есть такие же обещания, как Он пообещал людям, как мы на них реагируем? Верим ли мы, что так оно и будет? Действительно, сто процентов, так оно и будет. То есть, мы отворачиваемся, возможно, мы не видим ответа, но мы идем и мы верим, что Господь сказал, значит, так оно и будет. И тогда в народе было общее мнение. И среди этих общих мнений были те люди, кто реально верил в то, что говорил Иисус. Именно такие люди получали исцеление. Но также были те люди, кто сомневался, кто, возможно, был разочарован, и они не получали исцеление. У них не было веры. Библия – это не такая книга, которая показывает нам только идеал, и нет никаких других вариантов. Нет, были также те люди, кто сомневался и не получил свое исцеление. Это жители Назарета, помните, да? Иисус, Он был там, но написано, не совершил там многих чудес по неверию их. То есть, Он пришел в этот город так же, как Он пришел в другие города. Он молился за людей, и Он хотел им дать чудеса. Он хотел что-то сделать для них, но из-за их неверия они не получили чудес. И знаете, можно так вот подумать. Все эти истории, которые мы только что сейчас озвучили, во всех них Бог говорит напрямую к людям. Конечно, какие сомнения? Какие переживания? Но тогда следующий вопрос. А разве Библия это не Слово Божье? Мы же верим, что Библия это Слово от Господа к нам. Если Он там говорит что-то, значит, это так. И мы в это верим. Аминь. И сегодня Иисус также говорит к нам. Он нас к чему-то призывает. Он нам что-то обещает. И хотелось бы просто посмотреть на несколько вот таких вот вещей, потому что вся Библия, она полна этим. Первое. Просите, и дано будет вам. Мы все это знаем. Это обещание, которое дал Иисус. И если мы верим так же, как поверил в это сотник, солидворец, прокаженный, то это должно работать в нашей жизни. Если Иисус сказал, это не значит, что это когда-то работало, а сейчас это не работает. Он сказал, просите, и дано будет вам. Верующий в Меня, дела, которые творю я, и Он сотворит. И больше этих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. Это тоже обещание нам. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что Я повелил вам, и сея с вами во все дни до скончания века. Это уже призыв. Иисус, Он не просто кому-то что-то сказал, и это тогда было. Нет, Он нас сегодня призывает. Это четкий призыв к действию. Идите и сделайте вот это и вот это. Ищите же прежде Царства Божьего и правды Его, и это все приложится вам. Что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. И что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Придите ко Мне все, труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. И так далее. Большой, 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 большой список. Но мы просто посмотрели на некоторые обещания и призывы, которые нам дал Иисус. И вопрос, как мы сегодня реагируем на это? Ведь для нас это не просто слова, это не просто цитаты. Если мы верим, что это Слово Божье, значит, это должно действовать в нашей жизни. Это должно работать в нашей жизни. И этим самым и многим другим Господь нас к чему-то призывает. Он нам что-то обещает, Он нас направляет. И нам нужно поверить, верить так же, как это сделал все эти люди, о которых мы прочитали. Но, здесь большое но лично для меня. Не всегда так просто. Я знаю и верю, что Господь, Он слышит меня, и что те обещания, которые Он мне дал, те обетования, они работают. Но тогда возникает вопрос, почему, когда мне это так нужно, и я так молюсь, и я так нуждаюсь в этом, я не вижу ответа. Например, самая простая бытовая ситуация у меня дома. Дети заболели. Какое обещание у меня есть? Мы только что смотрели. Просите, и будет дано. Значит, что я делаю? Я прошу исцеления. Также написано, что свяжете на земле, будь связанной на небе. Значит, что я делаю? Господь, я прошу Тебя во имя Иисуса Христа об исцелении. Я связываю всякую немощь именем Иисуса Христа, и я высвобождаю исцеление. Еще есть место из Писания. Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Вы дальше знаете лучше и больше, что еще сказано. Но возникает вопрос, почему, когда уже третий день в моем доме, все так же болеют? Господь дал обещание. И я верю в Него. Это не так, что во имя Иисуса Христа будь исцелен. Нет, я верю. Я верю, что будет исцеление. И я продолжаю молиться. Но вопрос, почему этого не происходит? Или другая ситуация. Ты едешь домой, и не то чтобы уставший, ты вообще... Все. На этом все. И ты думаешь, молишься, Господь, прошу Тебя, во имя Иисуса Христа, и все родители меня поймут, пусть дети быстро уснут. И следующие два часа твоей жизни просто идеально проходят. И ты не понимаешь, в чем дело. Где Господь? Почему это происходит? Что за непонимание? Или череда событий, ситуаций в твоей жизни, которые так круто складываются, что ты не понимаешь, почему так? Я верю. И более того, я знаю подтверждение. Я помню подтверждение то, что делал Господь в моей жизни. Я знаю, что Он 100% отвечает, что Он 100% верный. Но почему такое происходит? И, к примеру, не каждый из нас подходит и молится за тех людей, кто нуждается именно в чуде, именно в исцелении. Почему? Скорее всего, большинство из нас интересует такой вопрос. «А что будет, если я помолюсь и исцеления не будет? Что будет, если ничего не будет?» И у меня такое неоднократно было. Но еще один вопрос. Буду ли я продолжать подходить и молиться? Продолжаю ли я верить в то, что Господь, Он сказал, и это реально так? Или это все остановилось вот именно тогда, когда мне что-то не ответили? И мы можем сомневаться и не получать ответа, как это было, к примеру, у Петра. Помните, да? У Петра было Слово Божье, так же, как у нас. Ему было сказано, «Иди по воде». Он спросил, получил ответ, он пошел. Но мы помним, что он усомнился и он начал тонуть. То есть сомнения, они приходят в нашу жизнь. Другая ситуация. Помните, когда Иисус дал ученикам власть изгонять бесов? Они уже сотворяли чудеса, мы знаем, что Петр он проходил и от его тени люди исцелялись. В общем, они уже были крутыми, да? Но помните ситуацию, когда они помолились? Давайте мы ее так же представляем. Много людей, как обычно, все пришли, начинают вести больных, тех, кто беснуется и так далее. И ученики, как обычно, «Во имя Иисуса Христа, будьте силены, злой дух, убирайся прочь». Они это говорят и бес не выходит. Такого никогда не было. Как вы думаете, что переживают ученики? Что внутри них? Какие чувства? Всегда было исцеление, всегда было чудо. А здесь что? Я думаю, это как минимум расстройство, непонимание и вопросы. Почему так? И ладно бы все разошлись, и они как бы сидели и думали, что вообще происходит. Но нет, приходит Иисус, и Он исцеляет. И они как бы, знаете, как школьники сидят и думают, в чем дело? Почему так? Исцеление не произошло. И мы видим, что у них в жизни тоже были такие моменты. Хотя у них было Слово Божье, у них была вера, но этого не произошло. Другой момент. Помните, когда Петра посадили в темницу? Чем закончилась история? Тем, что пришел ангел и вывел его из темницы. И Петр думал, что это видение, но потом понял, что это реальная жизнь. Но, когда мы читаем такие истории, мы пропускаем, возможно, из контекста, то, что освободил в день суда. Сколько он был в темнице? Сколько он молился? Был ли какой-то ответ у Петра? Что было с настроением у Петра? О чем он думал? На самом деле, иногда мы можем просто упускать это и видеть конец истории. Более того, там еще написано, так вот через запятую, что церковь прилежно молилась за него. И, знаете, вот церковь, возможно, могла так же собираться, как мы сегодня, и молиться каждый день за Петра. Молиться, молиться, молиться. Но как вы думаете, не возникал ли у церкви вопрос, почему Петр еще в темнице? Почему нету ответа? Когда Господь ответит? И это не так, что Петра посадили на пять лет, и давайте будем собираться пять лет, и будем теперь молиться. Нет. Его посадили до суда. И написано, что в день суда ангел пришел, и он вытащил его из темницы. То есть, а как было до этого, непонятно, неизвестно. Поэтому мы иногда, мы можем не знать общей картины, общего Божьего плана, но нам нужно всем прямо здесь и сейчас. Господь, если ты прямо сейчас мне не отвечаешь, то как бы я не знаю даже, пойду я за тобой или нет. Нам нужно прямо здесь и сейчас. И мы не всегда понимаем, почему нету ответа. В 1 царств 3 главе 1 стихе написано, «Отрак Самуил служил Господу при Илии. Слово Господне было редко в те дни, видения были нечасты». Слово Господне было редко в те дни и видения нечасты. Я не сомневаюсь в том, что были те люди, кто искал Бога, кто молился Богу, кто ожидал чего-то, но не было ответа. Почему? Или же мы знаем, что евреи, они имели полное право расстроиться, разочароваться, они были свободными людьми, но потом они все попали в рабство. И знаете, возможно, первое поколение молилось за освобождение. Но что было потом с их детьми? Верили ли они уже в освобождение? Могли ли они найти обоснование, почему они находятся здесь? Когда будет свобода? И поэтому мы можем задаваться вопросами. Может быть, Бог, он исчез? Может быть, мы заслужили этого? Может быть, много вариантов? Но мы не всегда можем понимать, почему так происходит в нашей жизни. И в 11 главе послания к евреям описывается большой список героев. Я думаю, что многие из нас читали эту главу. Она такая, знаете, вдохновляющая. Вот это вот сделал то, вот это сделал то. И все они герои веры. И там, вот молодцы они, вот так, вот так. Но там есть фраза в конце. Кто дочитал до конца, там написано, и все сии, то есть весь этот большой список свидетельствованной веры не получили обещанного. И ты такой думаешь, а в чем геройство-то? Мы прочитали большой список тех людей, которых Библия называет героями, что они дошли до конца, что они остались целиком и полностью верными Богу, но они не получили обещанного. И опять же, если мы будем представлять, как это, то есть эти люди, они стояли на коленях, они молились за что-то. Возможно, они молились не просто за новую машину и за новый дом. Может быть, они молились за больного ребенка. Что-то архиважное в своей жизни. И они так и не получили ответа. Но еще один вопрос. Почему они остались верными Богу, даже когда они не получили ответа? Они дошли до конца. И Библия называет таких героями веры. И также здесь есть другой стих. 16 стих. Здесь написано, но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Это то слово, которое вдохновляет меня. Здесь написано, что они стремились к лучшему, то есть к небесному. Да, для них это было сложно, не увидеть что-то в этой жизни. Они ожидали, они молились, и они верили, что так и будет. Но они не получили. Они не получили этого. И, возможно, это слово бы не отрезвило меня, если бы мне это сказали, когда я уже два часа пытаюсь уложить ребенка, я уже весь на нервах. Но Библия показывает нам, что мы не всегда можем понимать, почему так. Но возникает вопрос, буду ли я идти дальше за Господом. Во всех этих случаях, которые мы прочитали, которые мы озвучили, можно было обидеться, разочароваться в Боге, отойти от Бога. Но что Иисус сказал Фоме, когда тот убедился в его воскрешении, посмотрев на раны на его руках? Помните, да, Фома это был один из учеников, который такой приходит, а все такие, а здесь был Иисус? И он такой, нет. Он не поверил. Ну, так случилось, что одного человека не было в комнате, а все остальные были. Куда, зачем он вышел, непонятно, но это точно было не вовремя. И Фома говорит, я не верю, я не верю, что был Иисус. Иисус давал им обещание, он говорил, что он воскресен, но Фома не поверил. И когда Фома встречается с Иисусом, Иисус говорит ему, подай перст твой сюда, и посмотри руки мои, подай руку твою, и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим. Фома сказал ему в ответ, Господь мой и Бог мой. Иисус говорит ему, ты поверил, потому что увидел меня, блаженные, не видевшие и уверовавшие. У нас у всех могут быть сомнения, вопросы, переживания и непонимания, как было у Фомы. Но мы прочитали то, что Иисус сказал Фоме, не будь неверующим, но верующим, блаженные, не видевшие и уверовавшие. Я думаю, что этот совет подходит не только Фоме, но он подходит также и нам, когда мы находимся в подобных ситуациях. Мы не понимаем, почему сейчас нет ответа, почему здесь не произошло, исцеления. Да, каких-то вещей мы можем не понимать, но если бы все было понятно, тогда зачем верить? Тогда было бы не вера, а знание. Я знаю Бога, я тоже знаю Бога. Не было никакой веры. Зачем верить? За что верить? Мы просто все знаем и все. Вера — это не просто принятие Иисуса и Его Слово в свою жизнь. Это путь длиною во всю нашу жизнь, на котором мы раз за разом подтверждаем свою позицию, свой выбор. Я верю. Я верю. Не получилось. Может быть, я не получил ответа. Что я дальше скажу? Я верю. Я продолжаю верить, даже если я, возможно, не вижу ответа. И читая Евангелие, мы видим, что последователи Иисуса в самом начале, помните, была большая толпа, много учеников, пять тысяч и больше, шли за Иисусом. Но потом их становилось меньше, меньше и меньше. Почему? Потому что, когда дело доходило до действий, до веры в то, что говорил Иисус, тогда люди не были готовы идти за Иисусом. Все слушали, всем нравилось, все говорили, что Он мудрый, что Он пророк и так далее. Но когда Иисус говорил, а давайте вот то, что я говорил, теперь мы будем использовать в своей жизни, мы будем верить за это. Тогда не все люди были готовы верить, именно верить в своей жизни. А может быть, мы этого не видим, мы еще не знаем, как это, но мы верим, мы идем за Иисусом. И сам Иисус сказал, входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Путь, по которому мы идем, он узок, если кто-то вдруг не знал. И это уже говорит нам о сложностях. Проще это про широкий путь. Мы идем по узкому пути, и мы входим в тесные врата, потому что мы верим в Слово Божье. И наша вера не должна зависеть от скорости ответа Бога на наши молитвы. Наша вера больше, чем это. Аминь. И есть такой вопрос, по крайней мере, он сложный для меня. Оставим ли мы Бога, если Он так и не ответит нам? Вот представьте, вот Господь же уже что-то сделал для нас. В моей жизни Он уже отвечал, Он уже делал чудеса, уже есть ответы. Достаточно ли мне это для того, чтобы дальше не получать ответа, но быть верным. Продолжать верить. Может быть, Он так и не ответит. А я пойду за Ним дальше? Или я зависим именно от того, что Он мне даст? А если не даст, то как бы все. Мы видим, что Библия называет таких людей героями веры, кто идет, несмотря на то, что отвечает Бог или не отвечает Бог. Возможно, для нас это не герои здесь, в этой жизни, потому что мы видим, что Он молится, и никогда нет ответов. Но в Писании говорится, что это люди веры, и это герои, кто идет до конца, несмотря на то, что отвечает Бог сейчас или нет. Отвечает Он через три минуты, или через три года. Независимо от этого, эти люди, они идут за Богом. Они верят в Него. Аминь. И Слово Божье, оно неизменно. Его Слово, не будь неверующим, но верующим. Блажены не видевшие, но уверовавшие. И также Павел писал, вы ведь знаете, что в соревновании побегу много участников, но только один становится победителем. Поэтому бегите так, чтобы получить награду. Каждый участник при подготовке к состязаниям отказывается от всего и делает это ради получения тленного, то есть временного венка. Мы же стремимся к венку нетленному. Иисус, Он также продолжает искать веру в нас. Искать веру. Поверим ли мы в то, что Он нам говорит? В Слово Божье. И знаете, когда Он увидел эту веру в сотнике, помните, когда Он сказал, я верю, что Твоего Слова достаточно. Иисус сказал, и в Израиле не нашел Я такой веры. Иисус удивился тому, что человек реально поверил, что не нужно идти. Иисус, Твоего Слова достаточно. Но Иисус также удивился неверию в Назарете, что люди были не готовы принять то, что Он говорит. И знаете, возможно, мы можем думать, что, ну, конечно, это же были жители этого города, где Иисус вырос. Там написано, что люди знали Его родителей, Его братьев и сестер, и они не поверили, что Иисус может сотворить какое-то чудо. Но не факт, что это только один аргумент. Может быть, это люди, которые разочарованы. Мы знаем, что это была религиозная культура. Они молились, они искали Бога. Возможно, кто-то уже просто не верил в исцеление. Кто-то уже не ожидал. Какой-то очередной пророк пришел. Да не будет уже никаких чудес. Кто-то просто не ожидал, не верил. Но были те люди, кто поверил. Кто продолжал верить, несмотря на негативный прошлый опыт своей жизни. И помните также историю женщины, у которой было кровотечение 12 лет. То есть у нее была болезнь. И более того, мне нравится, что Библия говорит какие-то дополнительные вещи о ней. Написано, что она все свое имение потратила на врачей. То есть это не так, что она как бы болела, ну как бы, ну ладно. Нет. Она болела, она страдала, но она верила, что она получит исцеление. Она ходила к врачам, она пыталась бороться с этим, она потратила все деньги на это. То есть поэтому не нужно здесь что-то додумывать, чтобы понять, что это был разочарованный человек, что это был расстроенный человек, что не было надежды. Но написано, она подумала, что прикоснусь к краю его одежды и исцелюсь. Она поверила, и она получила свое исцеление. Именно такие люди получили исцеление, кто продолжал верить, несмотря ни на что. И я думаю, что у нее хороший был аргумент, хорошее основание не продолжать верить. 12 лет она болела. Я думаю, что возможно кто-то за нее молился, может быть, кто-то ее обадрил, давай верь там и все такое. Но 12 лет, здесь в зале, наверное, есть те, кому 12 лет. 12 лет она верила, что будет это. И слава Богу, она получила свое исцеление. Иисус сказал ученикам, имейте веру Божью, ибо истинно говорю вам, если кто скажет, горе сей, поднимись и вернись в море, и не усомниться в сердце своем, но поверишь, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Мы видим, что Иисус, Он призывает нас верить. Он призывает нас молиться, продолжать верить. И суть того, о чем мы сегодня говорим, не в том, чтобы мы были привыкшие к тому, что мы не получаем ответ. Не получили ответ, да ничего страшного. Помните, да, ну как бы нужно продолжать, все нормально будет. Не получили, не получили. Нет, наоборот, суть в том, чтобы мы продолжали верить, именно верить в Слово Божье. Он сказал, значит, так будет. Окей, у меня не было ответа, у меня есть негативный опыт, я уже 200 раз молился за свою жизнь и не получал ответа, но я продолжаю верить, что это Слово Божье, и оно реально так. Здесь написано, что так будет, и я продолжаю верить. Если я не верю, то я не смогу получить чего-то от Бога. Господь, Он ищет веру, Он пришел к людям, и когда они не верили, они не были готовы в назарете, помните, они не получили исцеление. Но те, кто был готов, кто верил, они получали исцеление. Поэтому, если мы хотим, чтобы Господь, Он действовал в нашей жизни, нам важно продолжать верить, несмотря на то, что в нашем прошлом, что мы не получали ответа, что у нас там что-то не так, нам важно продолжать верить. Аминь? Потому что Господь, Он ищет веру. И здесь мы прочитали, вот это место есть в Писании, имейте веру Божью. Ну как? Вот эта женщина, которая 12 лет болела, каким образом ей иметь веру? Откуда ее питать? Она 12 лет уже сражается с этим. Каким образом возрастать в вере? И Библия также говорит нам такую фразу, которую мы все уже много раз слышали. Вера от слышания, а слышание от Слова Божья. Если мы верим в Слово Божье, мы его читаем, мы им наполняемся, то у нас будет вера, несмотря на то, что у нас что-то не так, где-то мы не получили ответа, где-то мы не получили исцеления. Чего-то мы не понимаем, чего-то я не понимаю. Правда, я не понимаю, почему здесь нет ответа. Но тем не менее, нам важно продолжать верить. Верить в то, что сказал Господь. Это Его Слово здесь так написано. Я продолжаю верить. Мне все равно то, что сейчас что-то там не сработало. Я думаю, что ученики Иисуса Христа тоже могли думать. Вот они собираются, приходят в Синедрион, это как бы же серьезно все, и там кто-то нуждается в исцелении. Или там в каком-то человеке есть бесы. Они тоже могли думать и помнить ту ситуацию, ту историю. Мы помолились, бес не вышел. Сейчас много людей, много правителей. Мы помолимся, и может что-то не получиться. Человек может не получить чудо. Но слава Богу, что они были такими людьми, кто продолжал верить. Продолжал молиться, и благодаря им мы видим много чудес, много исцелений. Потому что они продолжали доверяться Богу. Они продолжали быть открытыми для Бога, чтобы Он их использовал. И поэтому нам всегда важно возрастать в вере. Мне понравилось, как сказал пастор на предыдущей проповеди. Он сказал это в самом начале. И это не относилось к проповеди. Но это было сильно. Он сказал, что сейчас люди часто ищут там сновидений. В каких-то особенных проповедей. В Ютубе там что-то смотрят и так далее. Но что говорит Библия? Что говорил Иисус? Что Слово Его, это вот, это здесь. Мы можем искать какие-то дополнительных вещей. Вот сейчас вот это, сейчас вот это. Нет, Иисус говорит, вот, вот Мое Слово. Оно неизменно. Аминь. И также более того, не только для того, чтобы мы не пропустили действия славы Божьей в нашей жизни. Нам нужно продолжать верить. Нет, есть такое место из Писания, где говорится, без веры угодить Богу невозможно. Поэтому если мы остановились и мы перестали верить, то Господь, Он не сможет действовать в нашей жизни. Потому что без веры угодить Ему никак невозможно. Поэтому нам важно продолжать верить, несмотря на то, что мы уже проходили. Аминь. И также есть еще одно место в Библии, где говорится, Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Иисус, Он хочет сотворять чудеса. Иисус, Он верный в Своем Слове. Он дал нам Своё Слово. И нам важно продолжать верить. Он сказал, я не знаю, я не понимаю, Господь, почему так. Я злой, я злой сейчас, но я продолжаю верить Тебе. Ты сказал, может быть, я позже пойму, но сейчас я продолжаю верить в Тебя. Ты мне дал Слово, и я верю в Тебя, даже если Ты мне прямо сейчас не ответил. И знаете, вот мы смотрели фильм, который вышел о спасении нашего пастора, то есть о жизни его. В Ютубе он уже есть. И там есть такая фраза. Брат Натальи сказал, когда они начали общаться, то есть Наталья и Василий, я молился за то, чтобы они перестали общаться. А сейчас я благодарен Богу за то, что они вместе. То есть мы не всегда понимаем, почему так. Так, согласен, сейчас ты привел хороший пример. Ну а что, если мама молится за своего больного ребенка, который не может ходить, и нет ответа? Какое этому хорошее обоснование? Мы не всегда понимаем, почему так. Но нам важно верить, продолжать верить, независимо от того, будет сейчас ответ или не будет ответа. Давайте мы встанем и вместе помолимся. Дорогой Господь, мы благодарны Тебе за церковь, за место, где мы можем утверждаться в истине, как говорит Слово Твое, Господь. И мы просим Тебя все вместе во имя Иисуса Христа. Помоги нам быть людьми веры, Господь. Даже если у нас был какой-то негативный опыт, может быть мы не понимаем, не понимали каких-то вещей. Но помоги нам быть верующими, Господь, в Тебя. Может быть мы не видим, но мы верим, Господь, мы продолжаем верить в Тебя. Мы просим Тебя, Господь, помоги нам стать героями веры, Господь. Теми людьми, через которых Слово Твое исполняется. Через руки которых происходят чудеса, исцеления. То, что Ты хочешь, Господь. Мы верим в Слово Твое. Во все то, что Ты сказал, Господь. Не выборочно, но целиком мы верим в Твое Слово, Господь. И просто пусть оно будет действовано в нашей жизни, Господь. Используй каждого из нас. Укрепляй нашу веру, Господь. Помогай нам проходить сложные этапы, трудности, Господь. Для того, чтобы прославлять Тебя. Прошу Тебя, Господь, помоги нам всем быть героями веры. Аминь. Аминь. Слава Господу.